Приветствую вас, братья и сестры! Хотелось бы начать с такого вопроса, что человек ищет здесь, в жизненной земле, что для человека является целью, которая общая для всех. Неважно, какой народ, какая нация, бедный человек, богатый человек, мужчина, женщина. Все люди ищут счастье. Любой человек, он хочет быть счастливым. Неважно, в каком он находится положении материальном, каждый человек, он желает, чтобы у него в жизни была счастливая жизнь. И каждый человек ищет это своими путями. Кто-то считает, что счастье, это когда в семье все хорошо, когда дети с тобой, когда вы все рядышком живете, ходите друг к другу в гости, и вот это счастье. Кто-то другой может сказать, что счастье это когда я добился успеха, когда меня все люди знают, когда я выхожу на улицу, меня узнают, когда я материально обеспечен, и меня вроде как бы ничего не должно беспокоить. Третий, наоборот, скажет, что нет, счастье это когда что-то созидать, когда какое-то искусство. Вот я нарисовал картину, я ее вижу, ей восхищаются, для меня это счастье. Мне счастье, что мою работу ее как бы ценят. Но мы знаем, что человек произошел не сам по себе, а его создал Господь. И, наверное, было бы логично посмотреть в инструкции к человеку, для чего его создал Бог, и что вообще Бог определил человеку для счастья. Как Бог смотрит на то, что нужно делать человеку, чтобы быть счастливым. И хотелось бы с вами прочитать из Евангелия от Матфея, 5 глава, 1 стиха. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзший уста свои, учил их, говоря, «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блажены плачущие, ибо они утешатся, блажены кроткие, ибо они наследуют землю, блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, блажены милостивые, ибо они помилованы будут, блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят, блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное, «Блажены вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправильно злословить за Меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Мы читаем, что Бог называет всех этих людей блаженными. Блаженство – это наивысшая степень счастья, наивысшая – это не просто радость, не просто веселье, это вот тот предел счастья, который может достигнуть человек. Вот если он достиг блаженства, значит, слава Богу, вот он действительно может радоваться жизни, потому что это вот наивысшее. Выше блаженства он уже не ступит, это максимум. И мы читаем, что среди всего этого списка Бог не оставил места ни для каких-либо материальных достатков. Мы тут нигде не прочитали, что блажен человек, у которого хороший дом. Или блажен человек, который нашел работу по душе. Мы читаем, что весь перечень блаженства, он напрямую связан с духом человека, с тем, как он относится к жизни, не с тем, как он живет и как он относится к Богу и к другим людям. И первое, что сказал Христос, это блажен тот человек, который нищий духом. И вроде как бы звучит так, что нищий духом. Наоборот, вроде как бы хочется быть не нищим духом, хочется быть богатым духом. А Господь говорит наоборот, что счастлив тот человек, который нищий. И нищий в том плане, что он прекрасно осознает, в каком он находится положении. Кто он есть на самом деле и что вообще в этой жизни зависит от него. Потому что мы читаем, что Господь говорит, любой человек, он зависит от него. Каждый человек, он отошел от Бога, каждый человек сам по себе, он духовно мертвый. И вот этот человек, он придет к Христу и действительно в нем понуждается только тогда, когда он осознает свое положение, что я сам в себе ничего не имею, что если мне что-то надо, я должен идти к Христу. Как Христос говорит в том, что я пастырь, а вы овцы. Любая овца, она не может говорить, что я вот пять лет прожила, теперь я точно знаю, как идти по этому пастбищу, я знаю эти тропы, я знаю эту речку, я знаю это пастбище, я знаю, я тут все знаю. Я уже омудренный, поэтому, да и утром трава сочнее, все выходят в восемь, я выйду в шесть пораньше, подожду их там. Я уже, ну, вполне себе самодостаточное. Но мы смотрим на нашу жизнь, смотрим просто на тех же овец, что если одну овцу взять, выпустить раньше всех со стада, чтобы она пошла сама прошлась, ее надо будет потом искать где угодно, но не на пастбище, потому что она собредет, она заблудится, где-то хищники какие-то, против которых она ничего не может. И она сама по себе ничего не может. И счастлива та овца, которая действительно это понимает, что она овца, не важно сколько ей, 5 лет, 10 лет, там, не важно, она овца. И она зависит полностью от Господа, от пастыря. И так же и мы, когда мы прекрасно понимаем, что мы полностью зависим от Бога, это и дает нам счастье, потому что мы со спокойной душой, приходим к Нему и говорим, ты наш Владыка, вот как ты скажешь, как ты поведешь, так оно и будет. И дальше мы читаем, что блажены плачущие. Тоже такой вопрос, вроде бы как бы несовместимый, счастлив тот, который плачет. Ну, наоборот, вроде как бы, ну, счастлив тот, который радуется. Если мы плачем, значит, что-то нехорошее, мы не плачем, в основном, от того, что хорошо, мы плачем, когда плохо. Но Господь говорит, что счастлив тот, который плачет, потому что он плачет не из-за проблем в жизни, он плачет от своего состояния, он, как больной человек, приходит к Господу и понимает, что я вот такой, как мы читаем, да, про мытаря, который сидел в храме, бил себя в грудь и говорил, помилуй меня. Он приходил к Господу, и он четко понимал, в каком он находится состоянии, и он четко знал, что он ничего не может дать Господу, ничего не может сделать. И Господь говорит о том, что тот, который приходит в таком состоянии, он будет счастлив, потому что он утешится, что милостивый Господь не оставит его в таком состоянии, но утешит, но и зальет на него свою благодать, помилует его, и в этом будет его счастье, в том, что он действительно найдет в своей жизни утешение, он придет к тому, от которого зависит вся его жизнь. И дальше мы уже читаем, идут перечисления того, как Бог видит жизнь человека. Мы читаем, что он говорит, что счастливы те, которые кроткие, которые ищут в этой жизни не какого-то своего достатка, не какого-то своей правды, а которые готовы себя смирить, которые готовы ради мира, ради того, чтобы исполнить Божью волю, свое «я» сместить в сторону и сказать, что вот я лучше потерплю ущерб, но я исполню Божью волю. Также мы читаем, что счастливы те, которые алчат и жаждут и жаждут правды, которые в своей жизни действительно чувствуют вот эту нужду в Божьем слове, который вот как голодный человек и жаждущий, он думает о том, как бы покушать и где бы попить воды. Если вы человека, который не пил 2-3 дня, поставите его вот так вот перед выбором, ну вот тебе можем дать воды, ну либо круиз по Средиземному морю на недельку, покатаешься, поплаваешь, ну воды не будет, но зато там такие места красивые, то он скажет, не надо мне ваших красивых мест, я умираю, дайте мне воды. И так же самое и человек, который жаждет правды, он в своей жизни понимает, что вот это Божье слово это самое необходимое ему сейчас, что если у него есть выбор, он выберет Божье слово, потому что это то, что необходимо ему вот прямо сейчас для жизни, что дальше без него он не сможет. И Господь также говорит, что те, которые так живут, они насытятся, что он их не оставит в таком состоянии, жаждущих, ищущих, но действительно он даст им все необходимое, чтобы они насытились. И дальше мы читаем, что счастливы, милостивы, блаженные, чистые сердцем, те, которые милуют, те, которые действительно вникают в свою жизнь, вникают в то, в каком они сейчас находятся положение, вникают в это Божье слово и соизмеряют себя с ним. Они смотрят, что Писание учит, чтобы они поступали так и миловали людей. И они прекрасно осознавали, что они были в том же падшем состоянии, что они так же само в своей жизни испытали наивысшую милость со стороны Бога, и они говорят, что я тоже буду миловать, потому что меня помиловали. И Бог называет таких людей блаженными, называет их счастливыми. Также мы читаем, что счастливы миротворцы, которые в своей жизни ищут не просто мира между собой, что я ни с кем не конфликтую, и хорошо. Но мы читаем, что эти миротворцы, наоборот, вот эту благодать, которую Бог явил им, распространяют на всех остальных людей. Они творят мир, они примеряют других людей, они помогают другим людям прийти в то же состояние познания Христа. Для них важно, чтобы все люди действительно познали Христа, познали Его благодать и были в этом мире. И дальше мы читаем, что блаженны те, которые изгнаны за правду. Тоже вроде изгнаны. Наоборот, хочется, чтобы быть на своем месте, где нам нравится, где у нас друзья, родственники. мы считаем, что даже если вас прогонят оттуда, что как мы считаем, во времена гонений, когда дома забирались, когда ссылки отправляли, Бог говорит, не расстраивайтесь, не грустите, вы блаженны, потому что хоть вас и выгнали из вашей квартиры, у вас там на небесах есть целое царство, которое я вам уготовил. обратите внимание не на то, где вы сейчас и что вам вот тут на земле важно, а в то, что я для вас уже приготовил, что у вас есть свободный вход в царство Божие и как только здесь на земле ваша оборвется, вы сразу же окажетесь в моем царстве, вы окажетесь там, что намного лучше, намного более ценно, намного более прекрасно, чем что угодно, что может сделать тот человек, что любой правитель в этой мире, живя в своем дворце, не может даже и мечтать о том, что сделал Господь простому человеку, который в него верит. И дальше мы читаем, что блажены вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправильно засловить за меня. И мы читаем, что даже вот в этих позициях, когда нас неправильно засловят, когда мы действительно исполняем Слово Божие, мы поступаем милостиво, мы прощаем других людей, а к нам в ответ относится неправильно, когда нас злословят, что мы человека простили, а он потом нас предал. И мы читаем, что это все нам делают, потому что мир не принимает нас, мир не принимает Христа, не принимает его позиции, живя по его слову, нам время от времени надо будет страдать. И Писание говорит о том, что радуйтесь, потому что за вот это страдание у вас будет награда, и награда великая. и действительно вот даже сама мысль о том, что Господь, который сотворил все, у которого все в его руках, которому не составляет труда сделать что угодно, который в шесть дней сотворил всю вселенную, просто словами да будет так. И он говорит о том, что велика будет ваша награда. и действительно это то слово, которое твердое, которое несокрушимо, и мы можем ему верить. Мы можем верить всем тем словам, которые он сказал до этого насчет счастья, что если он сказал, что вы блажены, что вы будете счастливы, если вы будете миловать, то оно так и есть. Это то, что сказал Господь в нашей жизни. Он сказал, что если вы примите меня, если вы придете ко мне, если вы осознаете, что вы духовно мертвы, что вы сами в своей сути греховны и придете ко мне за милостью, то я вас помилую и вы будете блажены, вы будете счастливы. Я дам вам это счастье. И это то слово, которое нерушимо. Это то, что сказал Господь и оно было, есть и будет. И в своей жизни, когда мы захотим найти счастье, когда у нас действительно появится вот эта нужда как-то устроить свою жизнь, чтобы мы тут на земле прожили с довольством, чтобы мы не искали чего-то того, что предлагает этот мир, чтобы мы не смотрели на то, что говорят другие люди, а действительно приходили к Его слову, к тому, что Он нам оставил, и вот тут искали счастье. искали счастье в Боге, потому что любой человек, он живет только благодаря Богу и во время, которое ему назначил Господь. Это то, что есть в этом мире, оно никогда не рушится. Любой человек, он на сто процентов зависит от Бога. И когда мы это осознаем, и когда мы действительно придем к Нему в полной нужде, поднимем руки, скажем, что Господь, я ничто, Ты, Ты, Господь, Ты веди меня, и тогда мы обретем счастье. Аминь. Мой Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь к нам, за то, что действительно еще до сотворения мира Божия Ты уготовил свой план спасения, Ты пришел в этот мир, Ты умер за каждого человека Божия, Ты нас мертвых, по нашим грехам и преступлениям, не оставил Божия в этом состоянии, но действительно искупил, Ты оторвал нам от это счастье в жизни Божия, Ты великой благодатью излил Божия, эту радость на каждого человека Божия, Ты никогда не оставлял нас Божия, Ты всегда поддерживал, Ты оторвал нам все необходимое для жизни благочестия. Мой Господь, я благодарю Тебя за то, что действительно жизнь каждого человека, который принял Тебя, она полна Твоей благодати, она полна того счастья Божия, которое Ты даешь. И я прошу Тебя, помоги нам действительно искать это счастье только в Тебе Божии, не стремиться к тому, что здесь находится в мире Божии, но помнить, что действительно важно только то, что связано с Тобой Божией, потому что все то, что здесь на земле, оно было, оно пройдет Божией, и в вечности Божией от Него не останется ни единого следа, но останется только то, как мы относились к Тебе Божией, как действительно мы служили Тебе, и насколько действительно мы понимали ту благодать, которую Ты явил к нам. За все Божие будь прославлен. Аминь. Аминь.